Здарова всем! Сегодня появились фото новиночек второй половины наборов LEGO Technic, ну и помимо них еще других серий, но мы посмотрим только на Technic 2024 года. Давайте на них взглянем. С сожалению, пока еще не все фото вышли, остался еще по идее G500 Mercedes Greenwagen, который 4х4, в смысле 4х4, который в квадрате или в кубе, у которого по идее будут портальные редукторы. Посмотрим. Вроде как это должен быть что-то вроде Defender. Остальные фотографии появились. Итак, то, что мне больше всего понравилось, лично мой фаворит, это набор 42175, тягач Volvo с экскаватором Volvo, тягач Volvo FMX, экскаватор ES-230, экскаватор типа электрический. На первой фотографии сразу видно, что у нас наконец-то в наборе LEGO расщедрилось на 6 узких 49-х колес, то есть сзади у нас Spark двойные, спереди узенькие. Реалистично, вероятнее всего, теперь все грузовики в таком формате будут выходить с такими колесами. Не прошло нескольких лет после того, как они появились в Creator Expert. Кабина, кстати говоря, выглядит, наверное, не самым красивым образом, но набор, понятно, он не для взрослой совсем аудитории, не для супер-пупер-коллекционеров. Это просто модель игровая, как я понимаю, но по лицензии. В целом у Volvo всегда наборы были не самые лучшие в плане внешки, но они были всегда интересные. Ну, кабина узнается, мне понравились фары, много новых деталей в белом цвете, типа вот маленькие внизу, типа рулончики талетной бумаги. Ну, они, наверное, были где-то, но не в технике. Понятно, что покупать нам огромный Creator Expert или гигантский набор нельзя, ради двух таких деталей нет. Здесь же они появились. А такие вот наверху новые панельки, тоже большой плюс. Сзади мы видим сам экскаватор, который на нем стоит, достаточно крупный, можно было бы только выпускать отдельным набором. Трейлер базируется на шести тридцать седьмых колесах, вот таких вот. Они до этого встречались в основном в систем наборах. Я в свое время, по-моему, когда они появились, вообще покупал набор для ГМУ и вот такой вот в качестве двух экземпляров, чтобы у них было побольше. И, в целом, концепция набора похожа вот на этот набор техник из 90-х годов. Когда-то на него я снимал обзор. Только здесь все как-то поинтереснее, мне кажется, да и помасштабнее. Ну, реально, тягач выглядит каким-то очень коротеньким. Конечно, наверное, выгоднее было бы, если там был бы трехосный тягач, а не не двухосный. Но что уж далее, то уж далее. И здесь расстраивающий момент такой есть. У экскаватора кинематика стрелы неполноценная с тремя пневмоцилиндрами. Кинематика, да, это, конечно, хорошо. А у него последняя часть стрелы одновременно и сдвигает третью часть, вторую часть стрелы и одновременно с этим захватывает ковш из-за этого. У нас кинематика немножко ненастоящая, неправильная. И, в целом, это очень похоже на маленький набор, это вот сейчас, например, в таком наборе небольшом. Именно так там было реализовано. Но у нас по ходу дела новый ковш. Я думал, что он такой же, как в этом наборе, но боковина, если присмотреться, отличается. То есть он достаточно широкий, достаточно глубокий. Как я понимаю, это вот сдвоенная версия вот этого ковша, что в целом хорошо. Интересно еще посмотреть, что у нас поворотный стол не похож на привычный сейчас. У него зубчики все прямые. То есть у него нет подключения сбоку. Возможно, там нас ждет вот такой вот старый поворотный стол, который не встречался уже очень давно. Ну и сзади на трейлере стоит такая вот штуковина. Это типа генератор, как я понимаю. То есть, ну, экскаватор это нулевые выбросы, но ему нужен генератор там. И вот отдельный экскаватор стоит. Ну, выглядит на самом деле экскаватор тоже неплохо. Вполне реально можно было пускать его отдельным набором вот с этой вот штучкой. Детализация нормальная, интересная. Единственный реально минус это кинематика стрелы, конечно, то, что она такая очень простенькая. Porsche GT4 E Performance. Оригинальный, это вроде как первый Porsche электрический после Taycan. Вот, это типа гоночный, это Cayman. То есть это именно не 911, а пока еще Cayman электрический. Честно, выглядит в LEGO варианте, если в реальности выглядит, в принципе, как все Porsche, красиво. В LEGO варианте выглядит не очень. У нас ждет много синих акцентов разных, но в целом модель черная. Это, конечно, минус у нас черных моделей уже просто огромное количество черных деталей. Девать будет некуда, если вы покупаете все черные наборы. Но в этом наборе есть новиночка. Это у нас блок со встроенными моторами. Вроде как в инсайдах утверждалось, что это типа самая быстрая моделька LEGO на дистанционном управлении. Как я понял, не считая от Racers наборов, которых тоже это я сделал как-то обзоры. Но, наконец-то, у нас съемная батарейка. Там вроде как 3,6, одна банка, как раньше была, типа в вейпах. Зарядка USB Type-C на боку. Спереди выход очень похож на мотор. Это именно сервер спереди. С боков сзади два выхода с двух моторов. Разобранный блок. Есть фотки в интернете. Можете посмотреть на них. Ну, я думаю, когда набор появится в продаже, обязательно приобрету его и посмотрим. Также на блоке есть выходы для фар и задних стопов. Спереди их четыре, сзади два. То есть, видимо, фары как-то могут, может, моргать еще. Типа, ну, у нас кончная машина. Надо всем моргать. Но сам, конечно, автомобиль выглядит очень странно. Он вообще не похож на Porsche. Но есть какие-то отдаленные. Но вот передняя часть мне совершенно не нравится. Все-таки надо было делать фары не вот этими вот колпаками, панелями прозрачными, как Ford GT, который вот такой вот был. Нам это красиво смотрелось. Здесь это выглядит некрасиво. Но новые панели над арками передними. Также вот на изображении видны флекс-кабели, по которым, видимо, идет светопоток. То есть, это файбер-оптика. В 90-х тоже она была. Вот узенькие панельки на крыше. Но они уже встречались до этого в наборах, получается. Так что пока у нас всего одна новая деталь, я вижу. Ну и в спойлере есть обратно гнутые черные панели. Такие же есть в наборе AMG Petronos F1. А, ну получается с синим цветом. В синем цвете у нас тоже появились рулончик, с трудной бумаги на передней губе. И коннектор, который загнутый немножечко. Ну, набор синий деталь, на самом деле, так себе. Но в целом, набор, наверное, имеет смысл купить все-таки. И мне действительно очень интересно, как она будет ездить. Этот блок легко и быстро можно будет устраивать многие гоночные машинки. В том числе, я думаю, можно будет делать машинки с низовым подвеской. Здесь подвески явно не будут. Она слишком маленькая для этого. Рекомендована стоимость у GT Performance 170 евро. То есть, примерно, в 19 тысяч рублей она у нас 20 будет стоить. Следующий набор McLaren Jesco. Ой, McLaren Koenigsegg Jesco 42-173. 801 деталь, почти столько же, кстати, как в Porsche в этой. Чуть-чуть поменьше. 53 доллара. Странная цена. Ну, типа, вот за 6 тысяч рублей он примерно у нас будет в продаже. Lego очень любит выбирать очень сложные машины для реализации. Вообще, по мне, так он не похож. Но видно, что дизайнер пипец как старался. Потому что тут очень много всяких мелких нюансиков. Где-то панелечек, коннекторов, переходов на систем. Выглядит прикольно. Собирать, наверное, будет еще интереснее. И покупать, наверное, стоит. Но, опять-таки, вот здесь нужно... Lego, по-моему, пора бы уже заменить 43-е колеса. Узкие спереди, широкие сзади. На что-то новое. На хотя бы, чтобы диски там новые были. Сзади макет двигателя. 8 цилиндров, получается, новых уже. Которые вот были в мотоцикле. Такие же. Плюс дифференциал в этой модели был... Редко он встречался в таком масштабе. Уже здесь есть серый цвет. Это уже приветствуется, потому что наборов в сером свете уже сейчас стало больше. Это будет неплохим разбавлением. И здесь-то у нас встречаются снова эти новые короткие гнутые панели. Они спереди, над передними арками. Выглядит реально хорошо. Много очень мелких панелек. Ну, в целом, набор, наверное, имеет смысл купить. Клево. У него еще открываются двери передние. Ну, собственно, как фишка всех кюникзагов. У всех двери так открываются. Ну, и детализация, конечно, да. Тут мое почтение. Но единственный момент. В Speed Champions почему-то все модели узнаются. В технике, сколько я вот не смотрю на эти модели, сколько к тем размере, ну, на 45 колесах, они у меня не узнаются. За редким исключением. А вот теперь уже поинтереснее. 42-182. Миссия Apollo 17. И марсоход, который, по-моему, General Motors сделала. И, по-моему... Вот. Вот. 1913 деталей, 220 евро. То есть, это примерно 25 тысяч рублей он будет стоить. Тут навалили нового много. Так, давайте начнем с картинки общей, где он весь в сборе. Новые колеса. Удивительно. Новые диски. Новые колесные арки. То есть, для марсохода в LEGO решили сделать все это. Причем колеса на вид, ну, видимо, 107 миллиметров, скорее всего. Очень крупные, но узкие. И в этом вот сером цвете, по идее, у настоящего они были, как я понял, сделаны из проволоки. То есть, они были относительно мягкие, но проволочные. Здесь все-таки они резиновые, но имитируют рисунок на боку от этой проволоки. Сначала я не понял, типа, в чем функция модели. Да, там есть независимая подвеска всех колес, рычажная, и поворот передне-задней оси. Но это только на главном изображении. Если посмотреть, как он разделяется, его можно разделить на 4 модуля, составляющую саму машину, на какие-то 2 исследовательских блока, 3 точнее. И машина при этом еще складывается в транспортное положение, потому что, ну, и все-таки ее спускали на Луну. Она должна была быть очень легкая и компактная. И вот она, как эдакий трансформер, складывается так, что все колеса смотрят вверх. Причем складывается она, как я понимаю, очень сильно, то есть она становится примерно в 2 раза короче, и просто такой кубик выходит из нее. То есть эдакий трансформер. При этом функции, как я понимаю, все эти работают. То есть там руль, такая ручка спереди, вбок вправо-влево, чтобы поворачивать. Выглядит на самом деле очень хорошо. Единственное, наверное, вот эти вот оранжевые арки с колесами слишком сильно выделяются. Но в целом детализация, мое почтение, это именно прям набор, как техник, который стоит поставить на полку. Главное, не функциональность, но она присутствует и неплохая. А именно, главное, поставить его как эдакий экспонат. Но 25 тысяч рублей. Сами думайте, надо ли вам это за такие деньги. Пока по новинкам все. Остался у нас дождаться. В этом году, по идее, должен был выйти какой-то гиперкар, потому что они с промежутком в 2 года выходили. У нас заявлен гельтваген, но в нем количество деталей как-то не подходит под гиперкар. Но все-таки, тем более, гельтваген. Полный привод, блокировки, раздатки, коробка. Скорее всего, это будет реально размер, как этот Defender. Ждем, когда его покажут. Как только его покажут, выйдет примерно такое же видео. А если вам интересен остальным весь мой контент, посмотрите на мои другие видео, обзоры, прочее. На мои модели. Зайдите в мой Telegram, зайдите в мой ВКонтакте. Ссылки все есть в описании. И если вам очень-очень нравится, то можете поддержать меня на Boosty. А на этом все. Всего вам хорошего. Пока.